Друзья, привет! Город Ереван, сегодня у нас 28 сентября. В предыдущем видео я вам рассказал, как я затроллил азербайджанских КГБшников и пограничников в поезде Тбилиси-Баку. Это было в 2018 году, но просто мне Фейсбук напомнил, что я уже публиковал такую смешную фоточку, где я стою возле поезда. И говорю, что я, значит, еду в Баку каяться перед великим лидером всех континентов и народов, галактическим неподражаемым президентом Ильхамом Аглы. Алиевичем, не Алиевичем, как же его там? Гейдаровичем. Господи, забывай, как этого хера все время зовут. Вот, в предыдущем видео посмотрите. Сегодня я хотел немножко о другом, точнее сейчас хотел немножко о другом. Ребят, я горд и рад за республику Армения. Вот, знаете, сейчас я это говорю прямо. Вы говорите, что я все время критикую Армению. Я критикую, потому что хочу, чтобы Армения была лучше, чтобы справлялись какие-то ошибки допущенные, чтобы с каких-то мест убирались люди, которые не соответствуют занимаемым должностям. Ну, как, например, этот подполковник в аэропорту Еревана, который весь этот скандал с моим задержанием в аэропорту Звартон замутил. Я напомню, несколько дней назад меня задержали по запросу Белоруссии в Ереване за оскорбление чести и достоинства президента Лукашенко. Ну, это как минимум смешно. Кто такой вообще Лукашенко? Лидер богом забытой, униженной, растоптанной, несчастной Белоруссии, который просто гадит на головы своего народа, сидит там уже со времен распада Советского Союза уже более 30 лет. И все никак не дождемся, когда он уже на концерт Кобзона отправится. Ну, позорный, мерзкий лидер, который растоптал просто прекрасный белорусский народ. Естественно, что все запросы, что посылает куда-либо Беларусь, ну, так же, как и Азербайджан, эти все запросы, они все продиктованы личной местью какой-то диктатора. Алиева, там, Лукашенко, там, Хреначенко, ну, и прочих, и прочих. Ни одна уважающая себя страна мира всерьез не воспринимает любые запросы от таких стран, как Беларусь. Ну, примерно, как и от Северной Кореи, там, или Туркменистана, или Афганистана. Ну, чего вообще можно ждать от Беларуси, когда все решается по звонку? Звонит Лукашенко и говорит, а что он сказал, что я диктатор? Объявите его в розыск. И эти сразу чушки, белорусские чушки прокурорские, сразу пишут во главе с бывшим генпрокурором Александром Конюком, который сейчас по недоразумению является послом Республики Беларусь в Армении. Это именно он приказал выдать мне Азербайджан. Его подпись стоит за посещение Арцаха Нагорного Карабаха. Этого человека надо отсюда гнать паршивой метлой, пинком под жирную прокурорскую задницу. Вот на мой взгляд. Естественно, я не могу ничего указывать армянам. Это ваше дело. Но наличие Конюка в Ереване, это примерно как послом Германии в Израиле оказался бы начальник концлагеря Освенцы. Вот такой же этот Конюк. Он не только меня выдал Азербайджану, но и является персоной нон-грата в Европейском Союзе США, Канаде и Австралии за жестокое подавление мирных акций протеста. Он отдал приказ о жестоких расправах над тысячами белорусов, которые были брошены в тюрьмы, которые подвергались пыткам и сотни из которых погибли. А власти Армении, они знаете в чем молодцы? Они молодцы в том, что они последовали позиции нормальных, уважающих себя стран мира. И, естественно, отказали Белоруссии, за которой стоит, естественно, Ильхам Алиев, который кормит их икрой, этих белорусских чушек прокурорских. И отказали. Это было предсказуемо. Естественно, что ситуация в аэропорту была неприятная. Но сейчас, когда я уже пообщался со многими официальными лицами в Армении, с политологами, с журналистами, с людьми, которые в теме, с адвокатами, они все говорят в один голос. То есть твоя выдача была просто исключена. Никто в Армении всерьез Лукашенко не воспринимает. И воспринимает как врага. Как врага тупого, наглого и совершенно, знаете, потерявшего связь с реальностью. Никто никому не выдаст. Но в чем заключается прикол? Ну, Армения не единственная страна, которая игнорирует запросы от таких стран, как Беларусь, Азербайджан и так далее. Не единственная. Сами азербайджанцы, когда меня арестовали в 2016 году, вот Беларусь и по запросу Азербайджана, на сайте официальном хакин ас, это рупор Алиско-Пашаевской пропаганды, они возмущались, что я спокойно путешествую по миру, и лишь одна Беларусь согласилась меня задержать. Лукашенковская Беларусь. Вот взгляните, пожалуйста, официальный азербайджанский пропагандистский сайт. Рупор Алиевской пропаганды хакин.ас. Обратите внимание на заглавие. 13 стран проигнорировали запросы Азербайджана на арест Лапшина. 7 февраля 2017 года. Фактически из всех стран, куда Азербайджан обращался, чтобы меня арестовать, из-за публикации в СМИ и посещения Арцаха, только одна Беларусь согласилась меня арестовать. Смотрите, они возмущаются, что 13 стран проигнорировали запрос Интерпола. Азербайджанцы даже не понимают, как работает Интерпол. Интерпол никогда в жизни не арестовывает людей по заведомо политическому заказу. Посещение Карабаха до любой другой территории в качестве журналиста не является уголовным преступлением, за которое преследует Интерпол. Посмотрите, как они недовольны. То, что Лапшину, находившуюся в международном розыске, ряд государств решил беспрепятствовать перечесть границу, говорит о нечистоплотности правоприменительных органов этих стран. Об этом заявляет алиевский адвокат Мухтар Мустафаев, такой же неграмотный, как и сам Ильхам Алиев. Видите, они говорят, по международным нормам Лапшина должны были задержать на границе, а суд этой страны должен был рассмотреть просто в экстрадиции. Они абсолютно неправы. Это все работает абсолютно не так. Транковская Беларусь. Никто. То есть я не только говорю про страны Европы, я бывал в самых разных странах, вы не поверите. Даже Турция, я там был транзитом в аэропорту Стамбула незадолго до ареста Беларуси. Даже Турция плевать хотела на Лукашенко и не стала меня задерживать. Украина, я был в Киеве за несколько дней до ареста, Украина меня не стала задерживать. Литва, Франция, Великобритания, ну это понятно. Канада, США, никто, никто. Я вам больше скажу, я даже был в Шри-Ланке. Вот, Шри-Ланка, да? Где мы и где Шри-Ланка? Даже Шри-Ланка плевать хотела на этого усатого черта из Минска. Поэтому Армения, она показала вот такой кукиш белорусскому режиму вместе с азербайджанским. Армения показала, что у Армении есть своя независимая политика. Армения имеет свой интерес. Армения имеет свою честь и достоинство. И армянское законодательство, оно выстраивается и переделывается под европейский стандарт. И вот эти вот все мерзкие постсовковые диктаторы, они остались позади. Армения с ними уже не по пути. Поэтому мой арест, он заключается не в моей личности. Абсолютно не важно, Лапшин это был, Кузьмин, Акопян, не важно кто, Джонсон. Важно совершенно другое, что Армения избрала свой путь и Армения назад уже не вернется. Вот это вот самое главное во всей этой истории. Армения, вы молодцы, вот так и надо продолжать дальше. И вот тогда вы получите, вернете и самоуважение к себе после всех пережитых трагедий. И вы получите уважение всех уважающих себя стран. На этом я заканчиваю. Пока. Всем хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok